Русская военная техника это гордость всей России. Из года в год они хвастаются ею на параде. Поздравляю вас с Днём Победы! Но вот только в этом году будет исключение, ведь техники будет гораздо меньше. Объявляется минута молчания. За полтора месяца войны в Украине хвалёная русская техника стала в большей степени достоянием украинцев. Кто к нам с мечом придёт, от меча умрёт. Так вот, вы от своего меча умрёте. Добрый вечер. Добрый вечер. Он уже у нас, ребяточки. На неё открыли целую охоту с достойными премиальными. БТР. БТР сбитая. Горящий БТР. Личная премия от меня 150 тысяч гривен. Сожжённый БМП 200 тысяч гривен. Сожжённый танк 250 тысяч гривен. 250 тысяч гривен. Идею мэра Чернигова подхватили в Укроборонпроме. Правда, немного изменили. Если Отрошенко призывал уничтожать технику, то в Укроборонпроме готовы её покупать. За захваченный боевой самолёт там обещают миллион долларов, а за рабочий вертолёт 500 тысяч. В украинском парламенте придумали на эту тему целый законопроект. За сдачу рабочего русского танка предлагают 100 тысяч долларов. За БТР – 50 тысяч. Сколько рабочей русской техники было получено таким путём, пока неизвестно. Зато чётко известно, сколько техники уничтожено. Слава Украине! Героям слава! С 24 февраля русские оккупанты потеряли в Украине более 700 танков, более 2000 БТР и полторы тысячи разной автотехники. Эти трофеи были добиты в жестоких боях и сейчас гниют где-то в лесах или просто на дорогах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И соляры полно. И тут возникает логичный вопрос. Что со всем этим делать? По закону вся рабочая техника, которую вы можете обнаружить, является трофейной. То есть она принадлежит государству. А вот весь этот сожжённый мусор считается металлоломом. Что это продукт? Если это продукт в виде танка, БТР и пригодный к использованию, это военный трофей. К этому закону они не имеют отношения. Если во дворе уже не способна в использовании техника, это уже есть металлолом. То есть, если вы нашли у себя во дворе сожжённый танк или БТР, то, скорее всего, вы разбогатели. Физическое лицо может сдать танк и сделать его металлоломом. Конечно, будет сложно найти покупателя на сгоревший танк. Ведь он состоит не только из железа, но и из самой брони, в которую фактически завёрнут танк. Броня, которая является высоколигированной сталью, широко используется в нашем металлургическом производстве. Не будет, к сожалению. Но есть специфические заказы у ГСЧС ливарных производств малой мощности. Но основная масса танка – это всё же сталь. До начала войны тонна металлолома стоила 300 евро. Вес танка – больше 40 тонн. То есть, по сути, на нём можно заработать 12 тысяч евро. Конечно же, это малая утеха по сравнению с возможными разрушениями или убытками от мародёрства. Но государство обещает компенсировать все разрушенные дома украинцев. А сданная на металлолом техника может стать небольшим денежным бонусом для каждого украинца.